Да! Пишут не только из нашей страны, из других стран пишут Дедушки Морозов. Вот в такие стопочки мы складываем, ленточками перевязываем, храним вот в этом большом сундуке. Некоторые письма самые памятные Дедушка Мороз перечитывает, когда ему становится грустно. А вот вы письмо Дедушке написали уже? Знаете, как правильно писать письмо? Да! Да? А ну-ка, расскажите мне, с чего мы письмо начинаем? Здравствуйте, Дедушка Морозов. Вот, взрослые подсказывают. Конечно, здравствуй, Дедушка Мороз. А потом что, подарки будете просить сразу? А что напишите? Письмо. Меня. Так, поздравите. Меня зовут, напишите. Скажем, могу успеху. Конечно. Расскажите, как вы живете, чем вы увлекаетесь. Как тебя зовут? Так, правильно. Конечно. Напишите, сколько вам лет. Да. Мне 4 лет. Хорошо. А у Дедушки Мороза спросите, как его дела? Да. Да? Да. Поинтересуетесь, как здоровье? Да. Да? Да. Ну, молодцы. А потом будете просить подарки. Штук 15, наверное, да? Да. А сколько? Дальше? Вот как-то раз пришло нам письмо, там 45 пунктов было. Ну, это Паша, Паша, наверное. И этот не мой рекорд. Да, но на самом деле было такое письмо, где было прям по пунктам 45. Ну, Дедушка Мороз долго думал, что подарить. Три дня думал, потом выбрал, все-таки в зеркало посмотрел, волшебное, вроде как понравилось. Ну, мы таких хлопот не будем Дедушке Морозу доставлять, правда? Да. Желание у нас только одно, самое заветное, правда? Нет. Вот как-то раз девушка Катя написала письмо Дедушке Морозу, говорит, Дедушка Мороз, пожалуйста, хочу, чтобы в моего лучшего друга Женю влюбились, потому что Женя хороший, в него можно. А вот мальчик Миша прислал письме 42 копейки. Как думаете, для чего? Потому что я на Морозе. На Морозе. Нет, Миша хотел, чтобы Дедушка Мороз себе купил мотоцикл. Да, но у Дедушки Мороза лыжи есть на самом деле, вон они там стоят. Не нужен Дедушке мотоцикл. Ну вот, ребята, мы с вами были в тереме Дедушки Мороза, в тереме Снегурочки. Каких помощников вы там видели? Снеговика и елочки. Учуги, так. Посох. Посох. Уголечек, так. А остальные были на куче? Уголечек. Печка, правильно. Ну-ка, ну-ка. Сука, скафет. Так. Все? Учуги. Посох видели? Да. А самовар видели? Да. Телефон. Да. Не видели телефон? На столе там стоял такой. Да, видели. Видели? Ну вот, кровать видели? Да. А кто меня внимательно слушал? Сколько подушек у Дедушки Мороза? Все. 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 Молодцы, какие умницы. Вот и на почте у Дедушки Мороза тоже есть помощники. Сапоги, я про вас собралась рассказывать. Вы меня опять перебиваете. Ну вот, как обычно. Как с вами еще обращаться? Ну все, пожалуйста. Пожалуйста. Ребята, помогите мне. Скажите, пожалуйста, чтобы они астасовались. Пожалуйста, остановились сапоги. Молодцы. Спасибо вам большое. Каждый раз они меня перебивают. Сил никаких больше нет. Вот как-то раз сидим, пьем чай с Дедушкой Морозом в кабинете. Стук в дверь. Думаем, что случилось. А там Дедушка Мороз дверь открывает. Направо и налево смотрит. Там никого. Смотрит вниз. А они там стоят и топают. Да, помоги. Вот именно так вы топали. Вы меня тогда напугали? Дедушку Мороза напугали? И сейчас еще... Пожалуйста, остановитесь. Молодцы. Спасибо вам большое. Так они бегом в Кузьминский лес. Дедушка Мороз за ними. Думает, беда какая. А там, знаете, какая самая злая бабушка-то в сказках? Баба Еда. Баба Еда, конечно же. Она сам пытается украсть жар-птицу. Знаете такую? Да. А знаете из какой сказки? Из какой-то сказки. Правильно, умнички. Так вот, Дедушка Мороз же волшебник. Он спас жар-птицу. Она в знак благодарности подарила Дедушке перышко свое волшебное. Когда Дедушка Мороз отвечает на письма, он диктует, а перо за ним записывает. Вот такой помощник есть у Дедушки. А вы мне скажите, снеговики летом куда пропадают? Они растают. Тают? А еще грани есть? Спят. Спят. Так, а еще какие варианты? На север. Густюк. На север. Ну-ка, что тут здорово? Густюк. Густюк. Так, дождик. Кто-то... Мне тут как-то мальчик сказал, что они идут под землю в снеговиковый рай. До сих пор я не понимаю, как такое у ребенка в голове. Но на самом деле приходят они сюда к нам в бустарку. Вон там серебряная колечка, окошко такое. Там они живут, катаются на коньках, набираются сил. А потом в новогоднюю ночь помогают Дедушке Морозу на посте. Давайте сейчас. Первый рядок. Подходите. Тихонечко. Сначала вы посмотрите, потом все остальные. Посмотрели, если вы все на вас. Смотри, а сапоги. Смотри, а сапоги. Смотри, а сапоги. Посмотрели, а сапоги. Ой, мальчик. Ой, Маша, привет. Дедушка. Можно начинать только. Привет. Смотри, а сапоги посмотри. Привет. Ну-ка, сапоги. Смотри, а сапоги. А я тоже. А я не вижу. Мама, подними меня. Сапоги. Мама. Здравствуйте, да? Здравствуйте, да? Помними меня. Ой, подняй письма посмотри. Помними. Мама, подняй. Сейчас сядай.